Итак, зрители, сразу начинаю из руля, потому что тут целый по времени случился нахлёст Все хотят снимать, снимать, снимать Машин маловато будет для того, чтобы всех удовлетворить Поэтому краткие эпизоды Я специально вырвал автомобиль с представителем бренда Чтобы случайно не уехал куда-то очень далеко Соответственно, чтобы контролировать мои позывы Повар получился очень удачным автомобилем Уже прям по первости это ощущается Ну и сейчас будем дальше раскрывать его потенциал Автомобиль стоит 2,200 примерно, да И при этом оснащен максимально Учитывая, что у нас все дорогие пикапы рынок покинули А все остальные, японцы, кто остались Они стоят сильно дороже И машина бедно оснащена, например, L200 Там 2,400 что-то начинается Надо более внимательно смотреть Машину возьму обязательно для полноценного теста Но опять же позже У нас вот в загоде получился такой тест Ох, как он напился моей крови-то Ё-моё Вот видите, какие жертвы, да, приходится идти Чтобы, да, контент вам пеленуть, что называется Дрянь, тут гады, тут летают ядовитые очи Так вот, ценой крови, да Ну, я не заразный Нормально Так вот Автомобиль Действительно, огонь Я, кстати, не понял Это вообще мертвая зона получается, да Которая мертвая зона, вот эти вот части Или не видели, как они работают Или просто Это мертвая зона зажигается То есть, у нас тут даже мертвая зона есть Я вот, кроме Амарока И то, я не помню Там была версия с мертвым зоной Но, скорее всего, была То есть, ни у кого Ни УЛ-200, ни у Халакс У Димакс, по-моему, тоже нового нет Там только камера-то, она назад И все Поэтому, это удивительная история Что Грейт Вол Ну, они же Хавейл, да, грубо говоря Прямо можно было, кстати, Хавейл назвать Ну, ладно Раз они так коммерческий транспорт разграничивают Соответственно Получился прям Огонь По опциям, по возможностям Не просто слова, да А действительно, вот Так оно и есть То есть, у нас здесь и удобные приборы И надо убрать, кстати, что-то скажут Что-то гремит Что-то гремит, как так Ничего здесь не гремит Кстати, отмечу Важные аспекты, которые сразу ты Находишь в автомобиле и не узнаешь Например, у пассажира Здесь Можно, секунду Здесь есть, соответственно, вот такая вот часть Можно положить То есть, как В лучших, грубо говоря, автомобилях С эргономикой поработали на все сто И добавили мелочи Здесь телефон, например, у всех Вот так как-то, вот так Еще как-то там Пытаешься положить Здесь взяли реально, да У китайцев сейчас телефоны У каждого И они просто тупо проложили Чтобы телефон, да Даже крупный, вот лопата Вставлялся Вот как так, да Реально, по эргономике Это они продумали Притом, сейчас я выезжаю на трассу Соответственно После проката Более простого Вингла седьмого Да, и Сразу чувствуешь, что Классом-то этот пикап Повыше будет То есть ты ощущаешь Насколько у нас Автомобиль Поживее, поинтереснее Плюс у нас еще варианты здесь есть Да, можно включить Спорт режим, например Ого Ага Ну, 150 сил А что он моргает Что мне нравится И все нормально 150 сил, конечно Это не то, что прям Суперспорт Хотя 400 момента Вот мы соточку с вами закладываем Сейчас мы где-нибудь тоже Равнинку найдем И посмотрим динамику Ради интереса Ну, хотя бы Примерно оценить Машина у нас груженая Отмечу, да У нас есть один человек Пассажир Один человек я Который вам все это рассказывает И балласт Где-то 375 килограмм Да, у нас там 350, что-то вот такое Потому что Опять же Great Wall Они, соответственно Проработали тему Чтобы автомобиль Мог ездить везде По крайней мере В московском регионе Обходит тему Ужизового каркаса Реально, физически Машина позволяет Грузить там ту же тонну Но По документам Идет как автомобиль Гораздо более Легкий Это правильно Это здорово Кто говорит Я не хочу перегружать Хотя по документам Вы можете всегда выбрать Соответственно Вариант Способный К полноценной нагрузке Вот у нас сейчас будет Место для обгона Но, к сожалению Встречный Встречный И Вываливаться Рисковать Я не буду Так, мне надо еще Поднастроиться Немножко назад Вылета, кстати У руля нет Но Расположение неудобно По крайней мере Я длинно руки И там длинно ноги Расположился Без проблем Огромные зеркала И это в дополнение К системе мертвых зон Что удивительно В общем На удивление Здорово Так Давайте все-таки Причем обычный режим Эко Что у нас будет С оборотами 8 передач Многие спрашивали А, это Выбор передач Понятно Многие спрашивали Есть ли разница Между Вингл 7 Соответственно И Этим автомобилем Мол, это всего лишь Вингл 7 Которые Принарядили Поставили 8 передач Сказали Вот У тебя получше Поудобнее Совершенно другой автомобиль На самом деле Рама другая Это по сути Такая Девятка Адаптированная Под перевозку грузов Рама удлиненная Специальным образом И все это Нам позволяет Получить Совершенно другие Ощущения Главное Конечно Для пикапа Вот у Вингл Слегка Небольшая Отдача Есть в руль Здесь ее Вообще Не видать Здесь Вы переезжаете Неровности Еще что-то Мне есть чем сравнивать Я сюда приехал На одновленном МПС Который так и остался Своими Этими Корнями С отдачей в руль Так вот Казалось бы Китайский Китайский Пикап Едет лучше В итоге Чем пассажирский Автомобиль Вот как так Да вот так И мы втыкаемся В ладу Ниву Тревел Быстрее она ездить Просто не способна К сожалению Даже под гору Чахлый Восьмидесятильный Мотор Это не то Что называется Что машину Разгоняет И превращает Езду Настоящий Кайф Так что Плестись нам за этим Чудом Автомобилиостроения Еще долго Хотя вот Очередной рестайлинг В общем то Удачные Красивые Задние фонари Ну а технику Как я уже говорил Шасси без проблем Приняло Мотор мощнее Но Как говорится Хочется вам Приезжать в тюнинг-ателе Вам там И 120 сил сделают И больше И лсг Атмосферу Докручивает Но Увы Нужно вам будет И полоси усилить В общем Та самая История С адаптацией Автомобиля Под Кроссоверные нужды К сожалению Споткнулась О То что Больше нагрузки Ну не держит Уже не рассчитано Так что В любом случае Ограничения будут Ну а здесь Все окей Спрашивал я представителей Мол как насчет Мотора от девятки Вы знаете Учитывая Схожесть Близости автомобилей Можно ожидать Соответственно Двигателя В 240 сил Это был бы Самый мощный пикап Учитывая что Искласс благополучно Сгинул А морок тоже сняли Который помните Пулял очень быстро А Тойота И все остальные японцы Больше 200 сил Не выдают У нас просто на рынке Нет таких Да Заряженных пикапов И это было бы интересно Это было бы прямо вот С точки зрения пиара Очень круто Но Пока мест тоже Мы посмотрим Как вот это Это более Скажем так Интересная версия Плюс 150 сил Потому что По акцизам Это более выгодно Да Сами понимаете 240 у вас Автоматически Все ставки вверх Улетают Как по обслуживанию Так и по всем остальным Аспектам эксплуатации В том числе по продаже Вот и идет у нас 142 силы У двигателя С аппаратурой Бош У Вингла Седьмого И здесь Казалось бы Да Похожий мотор Но уже 150 сил И оборудов Дельфи Скорее всего Можно его раскочегарить И побольше Сами знаете Мастера Чипования У нас присутствуют И они способны Гораздо Гораздо Серьезнее Западить автомобиль Учитывая Что сзади Тормоза дисковые Вам любители Тормозов Посвящаются Причем дисковые Вентилируемые Ого Все это позволит Действительно Поставить более мощный мотор И потом Не заниматься Так у Нивы Которая Заточена максимально Под свои 8 сил И больше Дальше у вас Тормозов не хватает И уже чувствуешь Что ну что то не то А здесь Ситуация Несколько Иная Итак Давайте здесь Развернемся Сейчас Поедем в другую сторону Нет там никого Соответственно Пойдем Времени Нас таймингов Мало Сейчас Отпустим Трафик Я надеюсь Что Так что у нас Здесь Длинный Да Длинный У нас здесь Кстати есть Полностью Видите Камера Направляющие Я уже показывал Ее возможности Направляющие Везде Вперед Назад Вбок 3D вид Как там Хочешь Так и смотришь Это Удивительно И Я действительно Да Ну Для пикапа Это для Там кроссовера Ровнодорожника Круто Для пикапа Это вообще Восторг Тут вообще Здорово Видите Два USB разъема До возможности Там Дайте спорт Включим Посмотрим Как у нас В спорте Стандарт Экономичный Убрат Такая По кругу Без Физического Упирания Просто Такой Выключатель Ну что у нас Получился Спорт режим Поехали Трафика вроде нет Посмотрим Как вот с управляемостью Да В таком режиме Относительно боевом Полетел уже Мой телефон Тут летает Удивительно Вот Казалось бы Да Китайский автомобиль Ну и должен так ехать А едет стабильно Понятно Усилие на руле Конечно Не то что там Кристалл Да Но все ясно Колеса повернуты Да Усилие возрастает Ноль как бы Какой никакой Пускай он и задается Условно достаточно Но есть То есть Вы тут Ну ездили Быстро на ней Нет Или не удалось То есть вот мы едем Да сейчас Говорят 120 Я конечно понимаю Что тут поворот впереди Да И понятие Именно как движение Прямолинейное Сложное Дорога относительно хорошая Но тем не менее Да То есть вот Вот пикап вам Он загруженный Едет лучше Ну посмотрим Как он тогда Будет не гружен Это тоже интересно Но естественно Если вы пикап выбираете Вам под нагрузкой Вы надо возить То есть вот пожалуйста Вам да Езда Здорово Вот так вот Говорит Китайский В Китае За 120 Плюс Расстреливают Ну шутка такая Кстати Раскачки нет Да Такой Въехали сейчас В волну И вот это Будет не поперек Не продольно Это хорошо Немножко такого Поискового руления Конечно присутствует Вот сейчас Видите Мы груженые Да Вот Но Кто-то скажет Да ладно Это как у вас Какой друзья у вас Вы че Там вообще Там передняя часть Автомобиля Одно делает Заднее другое Всем известный факт Вот здесь Нормальная жесткая рама Под нагрузкой Дет достойно Кстати Вот видите Ворот тоже можете Посчитывать Педаль газа Совершенно нормальная Не придерешься И не легковесная И не тяжелая И все с ней понятно Вот времена Когда Педаль газа Опять в спорт Я тут ушел Многономично Сделать Когда вот Были невнятные Педали газа Когда ты жмешь Не понимаешь Где там Что там Резиновое Вот они тоже ушли Удивительно Как китайцы Как они прогрессируют Да Я прям в шоке Вот если честно Думаешь да Все лучше И лучше И лучше И лучше Как так Ну естественно Автомат Конечно удобнее На том же Венгле Ниже полутора Упала Да Странцы тахометров Тяга Все Турбины нет Да Здесь Все на вас Делает автомат 8 передач Диапазон Полностью перекрывается 4 с лишним Тысячи уходит Едет машина Да Смотрите как Думаешь Ого Ого Вот это да Да Не то что Опять же Резкости Какой-то особо Нет Но Пикап Тут не надо Что ты там За рулем Она шла Сразу В сторону Вправо Влево Тормоза В меру Острые Совершенно Нормальное Замедление И привыкать К ним не нужно Это хорошо Так Где нам тут Прямичок Чуть дальше Думаю Прямик будет Мы немножко Разгонимся Посмотрим Хотя бы Примерно Как динамика С нашей нагрузкой Ну ради интереса Я понимаю Что 150 сил Конечно Это не супер Динамика Но Должна быть Достаточно И в силу Того что Много передач А значит Будет заходить Передача В передачу И провала По моменту Не будет А значит Получим Максим Вот все Уходят направо Сейчас там Где-то после Соответственно Выезда Можно будет Понять Там Сзади Тоже никого нет Кстати Автозатемнением Зеркало Что тоже Удивительно Да И у моей машины Кстати Вот У той Я брал Какая-то Другого Номер два Была У нас Не было обучено Авто Автоспуск Не был обучен То есть Она сама Не спускалась Оказывается Автоспуск Здесь есть Стекла Так У нас здесь Уже надо Поворачивать Нам надо Прямичок найти Сейчас мы Прямо посмотрим Там Дальше Где-то есть Просто вниз Тут вся Дорога К сожалению Она вся В холмах Это Подмосковные холмы Тут горнолыжный курорт То есть Очень сложно День здесь Да Вот здесь Поворот Да Я думаю Сейчас мы Развернемся В ту сторону И вот здесь Посмотрим Ну вот Ничего Здесь Вроде бы Нужно Немножко Вниз Но ничего Страшного Нормально Будет Так Трафика Нет Друзья Сейчас Попробуем Сейчас Попробуем Сначала Компенсируем Набор Вниз Потом Чуть Вверх Ну Ничего Не могу С этим Сделать Как есть Так Режим У нас Спорт Спорт Да Спорт Так Трафика Нет А Канди И офф Ну Чтобы Мощнее Было Да Я еще Расскажу Историю Кстати На обратном Пути Поехали Вот Видите Много Передач Это Круто Прям 500 Оборотов 600 Бым Бым Тихо Работает Дизель Ну Вот Где-то Примерно Здесь Сотка Не знаю Там Отсеку С себя Уже Вот так Достаточно Динамика Достаточно Что называется В спинку особо Не вбивает Ну и Сказать Что машина Уволень Который Который Едет На удивление Хорошо Так И вообще Разворачиваться Где-нибудь Здесь Вот он Разворот Проверяем Это в тормозах Соответственно Тон Разив Разворота Да Выбирайте Выбирайте Дальше Класс Режим Драйв Вновь И двигаемся Вперед Где-то Здесь Поворот Здесь По-моему Да Или чуть дальше Дальше Да Вот Прибавим Плавная работа У нас Кстати вообще Ни рывков Ничего Нет И включаем Кондей Мы сейчас Тут Задохнемся Вот Потому что Очень жарко Не забывайте Да Очень жарко На улице Тридцать Один Так что Имейте ввиду Объезжаем Строительную технику И двигаемся Дальше В порт Уходим В ЭКО Здесь уже Можно Более Аккуратно Единственное Что у руля Например Нет Это Под руки Каких-то Наплывов Да Под кисть Под правильный хват Здесь Руль простой Достаточно Большого диаметра Что удивительно Вроде Видео присутствует Да Рулить легко А диаметр Прям Кому-то Приложить Силу Многие спрашивали Будет ли адаптивка Адаптивка Будет В Китае У нас пока Не будет И неизвестно Да То есть Дальнейшая Так история Может быть Случится Потому что Теоретически Она может быть Прямо Видите Новая эмблема Огромная Спереди Как раз Для того Чтобы Всю эту Фишку Проработать Так что Вот так вот В остальном Если есть вопросы В комментариях Задавайте Машины На полноценный Тест Будет Ну только Осенью Говорят Поэтому Я сейчас Постарался Как можно Больше Проехать Чтобы понять Пастись Скажем так Фишку Да Среди Здесь в целом Все понятно Я думаю Да Блокировка Заднего Дверцала Присутствует Но здесь Она Мне Нигде Не понадобилась Сухо К сожалению Очень Сухо Очень Очень Так что Так Ну а я Соответственно Прибыл На место Проката Здесь Уже Можно Будет Остановиться И дальше Продолжить Свой Путь Офи Вновь Проверили Все Поехали Очень Очень Каж Круто Да Для пикапов Такая Система Да То есть Дела Но дела Такие Вот Моменты Все Друзья С С Пойером Хочется Хавал Повар Это Гритвол Повар В принципе Бренд Гритвол Это Более Глобальная История Хавал Это Условный Бренд Дорожников Кроссоверов Но Все Это В любом случае Гритвол Так что Вот Видит Эдаптив Часть Подогрев Руля Для Зимы Той Самый Историка Джак Вы Помните Возит Машины Без Подогрева Для России Хавал Даже Рули Греет Тоже Проверим Как Будет Работать Тут Бардачок Подстаканники И Сзади Место На Продолжение Есть Вот Так На С вами Дорогие Прощаюсь До встречи Пока